Искусство Прибалтики, 20 век. Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство наших северо-западных соседей. Собрание картины из музейно-выставочного центра «Рос-Изо» достаточно емко, хотя и лаконично, представляет художественную культуру Эстонии, Латвии и Литвы. Марина Смарагдова, одной из первых, познакомилась с экспозицией. Картина жизни, жизнь в картине. Эту выставку можно смотреть как кино и читать как роман. Первый показ музейной коллекции жанровой и исторической живописи. Верещагин, Воснецов, Ге, Архипов, Рубо, Куликов. Выставка открыта до 25 сентября. Ярославский художественный музей. Участники больших всесоюзных выставок в Манеже, признанные мэтры советского искусства, художники Балтии и в СССР всегда были на особенном счету. Немного иностранцы, островок Европы. Теперь это официальный статус. Тем любопытнее бросить взор из настоящего в то далекое время. Искусство 70-80-х годов было очень интересно и, к сожалению, в наше время незаслуженно забыто. Художники были замечательные. И чисто живописные достижения, мне кажется, не превзойдены в настоящий период. Выставка камерная, но информативная. Графика показывает, как художники осваивали новые для себя темы советского бытия. Для ярославцев особенно любопытна работа Сагриса. В годы войны он вместе с другими деятелями искусства Эстонии жил в Ярославле. Быть может, так он изобразил рыбаков на Волге. Если мы посмотрим на эти вещи и не будем знать, что это 40-е годы, они покажутся нам удивительно современными. И это их отличительная особенность. Особенно преуспели художники Прибалтики в декоративно-прикладном искусстве. В 70-е-80-е годы в стране развивалось и официальное, и альтернативное направление. Прибалты и здесь показывали образцы стилей, близких к поискам европейских художников. Керамика и кожа были фаворитами. В собрании РосИЗО представлены все бывшие республики Союза. Ярославль увидел Прибалтику. Фонд привез лишь небольшую часть своей богатейшей коллекции. Но и в этих немногих вещах, как в капле янтаря, застыла небольшая, но плодотворная история искусства советского периода. Марина Смарагдова, Василий Мосин. Редактор субтитров А.Семкин